Открыли могилу, нашли сапоги. В Югре археологи спасают культурное наследие. Горноправденские студенты Сургутского госуниверситета под руководством ученых производят раскопки старинного могильника на берегу Иртыша. Река постепенно подмывает берег, а потому могилы, датированные 18-19 веками, скоро могут оказаться в воде. Каждая находка, сделанная в экспедиции, строчка, с помощью которой история многовековой Югры обрастает подробностями. А она не лопнет? Погребальная колода, на удивление, хорошо сохранилась. Видны даже следы топора, которым обтесали дерево. Под крышкой тоже интересно. Среди костей угадывается почти целая, по археологическим меркам, обувь и фрагменты одежды. По словам историков, такая сохранность для захоронения возрастом полторы сотни лет – большая удача. Дело в том, что благодаря своеобразию грунта и глубине захоронений до нас доходит очень много органического материала. Это и дерево, то есть деревянные колоды, в которых производились захоронения, и детали одежды и обуви. Первые захоронения горнофилинского яма датируются серединой 18 века. Ну а перестало действовать кладбище спустя полтора столетия. В 20 веке поверх могил построили дома. Сейчас Иртыш постепенно подмывает берег, унося с собой останки. А потому важно как можно быстрее произвести раскопки. Найденные объекты описывают, рисуют и фотографируют. Местонахождение тоже строго фиксируют. Для первокурсницы Татьяны Смирновой горноправденские раскопки – первая в жизни археологическая практика. Девушка утверждает, что настолько увлечена, что даже на солнечные ожоги, полученные по неосторожности, обращать внимание просто некогда. Для ученого, наверное, это привычно на самом деле. Но я еще не дошла до уровня, то есть не видела, что там внутри находится. Но могу сказать одно, что это интересно. Впрочем, откопать артефакты еще полдела. Под воздействием атмосферы они начинают быстро портиться. В дело сохранения находок вступает химия. Вот эти сапоги принадлежали коренному югорчанину среднего роста, где-то примерно метр семьдесят. И чтобы они не разрушились от воздействия атмосферы после того, как раскрыли гроб, их нужно законсервировать. Вот этой вот штукой мне доверили люди, которые работают на раскопках. Антон, тут еще волосы, их тоже снять надо. Первая археологическая экспедиция побывала здесь девять лет назад. Все найденные предметы сейчас хранятся в югорских музеях, а останки передаются на антропологическую экспертизу. Сейчас в работе у археологов 16 погребений, намечено еще около 20. И в каждом находится что-то интересное. В данном случае вот еще уникальная находка – это иконка. Предметы говорят о христианской вере похороненных здесь людей. А вот антропологический анализ показывает, что русские здесь активно смешивались с местным населением, передавая ему свою культуру. На территории округа раскопок вот таких памятников, насколько я знаю, не проводится. То есть, если мы говорим о погребальной обрядности 18-19 века, население проживающего в низове Хартыша, то это вот единственный памятник пока, который иллюстрирует данную культуру. Вот так по крупицам ученые восстанавливают информацию, кем были люди, населявшие Горнофилинский ям, как они жили и во что одевались. А когда поймут сами, расскажут нам, простым жителям Югры, о наших предках. Павел Желтов, Антон Ракитин, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийский район.